Друзья, как обычно, по стандарту вам напомню о том, что я лайкаю ваши классные комментарии. Так что, черканите что-нибудь. Ну что, друзья, всем дарова, с вами я, Пандосов Иксавич, и сегодня у нас третий тур звездной... Звездной чего там? Звездной, конечно же, битвы. И сегодня моим оппонентом будет человек, против которого... Ну вот, я меньше всех, наверное, хотел играть из всей этой компании. Это Тамбовский фаворит. Как же я ненавижу играть против Димы. Вы просто не представляете. Самый противный соперник за все существование моего YouTube-канала. Сколько бы раз я с ним не играл, каждый раз он играет просто отвратительно. Да, я понимаю, что вот эти вот душные перепасовочки считаются футболом. Но в моем понимании это полная срань. Я посмотрел его прошлый матч против Гудмакса. И, в принципе, я морально к этому стараюсь подготовиться. Потому что он и в этом турике играет как лютый киберспортсмен. Я с ним играл вроде два раза на кубке фиферов. И оба раза я просто сгорал к херам собачьим. Все, блядь, сука, блядь. Почему-то вот эти вот флешбеки не дают мне покоя до сих пор. Каждый раз, как я играю против Димы фаворита, у меня что-то сгорает. Ну и сегодня во главе с Ронал Динью я постараюсь взять реванш у Димки за всю ту боль, которую он мне причинил. Но все равно, ребята, скажу честно, мне люто очково. Ну, вы видели этого парня? Как его не бояться? В общем-то, ребята, в прошлом ролике, по моим подсчетам, я накопил 150 тысяч. В первую очередь я, естественно, поменял галкипера Поупа. И над вторым игроком я долго думал и все-таки придумал. Это Исмаила Сар, которого я собрал за 80 тысяч. Итого у меня получается, что я идеально укладываюсь в тот самый прайс, который, собственно, мне и позволил апгрейднуть. И, собственно, по правилам я имею право поменять серебряных игроков в любое время. Поэтому на правый фланг защиты у меня становится Анри. Самбия, к сожалению, тут никак по сыгранности не подходит. Сами понимаете, на пятерке его использовать не очень хочется. К сожалению, у Вэя тут получается неполная сыгранность. Но при этом у нас общая сыгранность соточка. В прошлом двум моим соперникам я выражал респект за то, что они играют на своем аккаунте и будут справедливые. Если я выражу дизреспект фавориту за то, что он украл у кого-то аккаунт и, собственно, играет вот таким вот составчиком. Эдуард. Его новичок, я вижу, Стивена Джерарда он взял. Ну вот за Стиви Джи прямо респектую. У меня тоже была такая мысль, если когда-нибудь монеты подкоплю, возможно, Джерарда тоже возьму свою тиму. Ну и Риэль у него появился. Дима, как и я, прошлые два тура выиграл, поэтому мы вдвоем подходим к этому матчу в качестве фаворитов. Фаворитов, фаворит, фаворитов, блядь. Ну что, друзья, одна вторая лига Европы сегодня. Manchester United будет играть против Рома и свою ставочку можете делать у моих спонсоров из компании OneX. Выплаты практически на все платежные системы, регистрация в один клик без паспорта, ссылочка будет по закрепленному комментарию или же вы можете просто перейти по моему QR-коду. А если вам нужны монетки, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам, ссылочка на него также будет в описании. Фуф, ребята, просто выдохнули. Надо на спокухе сыграть и постараться что-то продемонстрировать. Как я и говорил ранее, это самый противный соперник, который мог мне попасться. Все, let's go. Нервы в сторону и попытаемся выиграть, ребята. Так, с чего бы начать, я не знаю. Может взять под контроль мяч и уничтожать его же оружие? Потому что я более чем уверен, что Дима будет катать. Это прям гадалки не ходи. Давай, 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 потолкайся. Не потолкался и я потерял мяч. Все, Габелла, кажется, сейчас начнется, ребята. Веселье. Опа! Вот это перехват. Тихо, тихо. Ну отбери Хугис, эй! Что он выбил мяч? А, он хочет побыстрее замену сделать, я понял. Ну давайте, фаерплей. Фаерплей. Уважение максимальное. Так, Сар. Я не знаю, как атаковать. Очень сложно строить свою атаку, когда он практически полностью весь в защите. Я не знаю, с какой стороны подходить, ребята. Просто не знаю. Посмотрите, как глубоко он сидит. Что мне делать? Как мне крутиться? Я хз. Но Дима вообще не спешит в атаку. Очень много тоже перепасовывается. Что из этого матча получится? Будет ли у хоть какая-то нарезка веселая из этого всего? Так, Эдуард на фланге. Отдает, естественно, обратно. Это читалось. Блядь, ну какой перехват. Боже мой. Хугис, хорошо. Так, и что дальше делать? Он прям все держит. Вон, вижу Ронал Диньо. Блядь, да какой хуевише пас. Боже мой. Так, главное без паники стараться выходить из-под прессинга вот этого вот лютого. Потому что если я теряю мяч, это все. Это Габелло, сами видите. Я вообще, ребята, не знаю, что говорить, что комментировать. Посмотрите сами. Какая лютая хрень у него в защите. САР! Ну, я попытался. Наверное, не стоило бить. Но я вообще без понятия, за счет чего я должен вообще забивать мячи. Давай, 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 давай. Я не знаю, попробуем просто на вес делать. Блин, Ронал Диньо хорошо так залетал. Мог бы выиграть вверх. Держать, держать. Нельзя, 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 давай. Тысячу отскоков, хорошо. Главное, что мне отскочило. Просто вот такой пас наперед. Давай, давай, В! В! Легенда! Легенда! На! Блядь! Сука. Ладно, мой мяч. Сука! Блин, вот сейчас был реальный момент забить. Понадеялся на удары вверх, к сожалению. Ой, жалко, жалко. Так, держать. Дал, Гляшу держать. Нет! Блядь! Ну, какую хуйню я пустил? Просто с места, блядь. Просто с места. Легендарная 45-ая, блядь, минута. Ну и переходя, друзья, к нашим горшам в Зон X, не забывайте про мой классный промокод. Он поможет вам на старте. Просто не самый такой очевидный удар я еще пропускаю. Ну и, собственно, я продолжаю бить рекорды. В каждом выпуске я первый пропускаю гол. Но по итогу выигрываю, поэтому. Да! Что за пас? Точнее, аут, блядь. Кто так выбивает? Пиздец. Чуть не пропусил второй. Повезло, что он так плохо ударил. Давай, давай, В. Бро, бро. Просто бро. На весь хороший... Навес, блядь, какие плохие навесы в этой игре. Зачем я это делаю? Пытаюсь на каком-то нежданчике, что ли, сыграть, что он, типа, не ожидает навес, наверное. В итоге хуйня какая-то. Опа. Офсайда не было. Офсайда не было, ребята. Офсайда не было. Сука! Далберт подает. Давай, В, выиграй верх. Или кто здесь? Ну-ка! Блядь. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если я теряю мяч, это все, это забейте, блядь, ребята. Это контроль мяча, просто уровень бесконечности. Похуй, давайте вот так вот сделаем. Хороший, файна, сука, был. Это что, блядь, да как? Пиздец, все, забейте. Просто забейте. Какую хуйню я пропустил. Просто нет слов, ребята. Просто, блядь, нет слов. Всякие киберспортивные перестановки делаю. Я не знаю, что в этом матче мне должно помочь. Блядь, чуть не прошло, ребята. Я уже просто в отчаянии какую-то хуйню сделал. И эта хуйня мне чуть не помогла, сука. Давай! Блядь, пошел ты нахуй, Сар. Просто пошел нахуй, блядь. Ну сейчас такой момент был, тебе никто не мешал, блядь. Просто зарядил воздух, я в ахуе. Ну вы видели эту хуйню. Я уже фу, в атаку лечу. Но все равно ничего не получается. Дима фаворит просто в защите какой-то ебарь. Блядь, какой плохой пас. Ты еще ударил, я отбор хотел сделать. Я пытаюсь, я пытаюсь, ребята. Но этот стиль игры никак не смогу пройти. Тут, блядь. Все читалось уже, мне кажется, до начала матча. Все, Габелла 2-0. По ударам, казалось бы, не такой сильный перевес. Но гол, который я пропустил, ну это прям такая необязательная за лупу. Пиздец. Просто ебаный пол, блядь. Нахуй я тебя брал. Ну это что за легендарный пас? Как он прошел, блядь? Это пиздец. От серебряного игрока вот такой вот пас вырезается через все поле. Я расстроен, ребята. Расстроен тем, что, блядь, ебаный Дима Фаворит принимает участие в этом турнире. Бля, я вам клянусь, я лучше против Кефира играл. Кефир хотя бы играет в атакующий футбол, где, блядь, прессингует постоянно лететь в атаку и не занимается вот такой ебаной скучной поебенью, блядь. Я говорил об этом, блядь, и 3 года назад, и 4 года назад. Я каждый раз сгораю против Димы Фаворита. И, собственно, сегодняшний день не исключение. Я сгорел, я проиграл, я принимаю это поражение. Я не ною о том, что я проиграл нечестно. Нет, все по делу, все честно. Но такой стиль игры я ебал в рот, блядь. На фановом турике играть как ебаный киберспортсмен, потеть как будто в Викенд Лиге, это пиздец. Я ебал в пизду, короче, нахуй. Я слишком много матерюсь. У меня горение сейчас очка небольшое идет. Но это надо просто схавать. Так что, Зергей Кефир, подмашините, пожалуйста, так, чтобы я с этим ебаным тамбовским задротом никогда больше не встречался. Я тебя молю. Спасибо за матч, Андрюх. Очень вязкая какая-то игра получилась. То ли потому, что коннектор, то ли потому, что Сильвер хер его знает. Но, в любом случае, спасибо за матч. Или, может, потому что ты... Каждый раз, когда ты мне встречаешься, ты просто меня... Поздравляю с победой, нахуй. Ребята, давайте жить дружно. Пошел, нахуй. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!